Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Перед мной Андрей Коченогов, победитель Moscow Strongman DZ17 в категории за 90 кг. Андрей, расскажите, пожалуйста, кратко, как прошли вот эти соревнования. Четыре упражнения очень долго они шли, по-моему. Даже я немножко устал, честно говоря. Как вы выдержали вот такой марафон? Соревнования прошли хорошо, считаю, выполнил на оценку 5 с плюсом. Вот. Соперники достойные были. Ну, чуть-чуть, конечно, после второго упражнения уже была накопленная усталость. Ну, как говорится, до последнего боролись, бились. Что было сложнее? Что было сложнее вам? Сложнее? Сложнее, отложнее. Какой конкурс? Да, ну, упражнения, как бы, все для меня уже знакомые, да. Особо таких сложных-то и не было. Просто было внутреннее волнение, потому что соперники как бы не давали расслабляться. То есть, постоянно в напряжении. Ну, уже после второго упражнения, естественно, там уже чуть было, как бы, расслаблен так. В плане психологическом, но не физическом. Ясно. А какое вам лучшее, какое, может быть, любимое упражнение вот этих трех? Я так понимаю, есть бремяное, есть покрышки у вас, как бы, да? Ну, самое любимое, это, наверное, колесо. То есть, оно мне нравится такое взрывное, силолуя такое. Показывает, да, силы мой, да, показывает? Да, да, такое. Сила взрывная такая. Я сомневаюсь, а откуда вы, чем вы занимаетесь? Как вас выпустили? Вы давно уже, я так понимаю, уже не первый раз участвуете в таких соревнованиях? Ну, родом я вообще из Твердловской области, поселок Шаля такой есть. Шаля? Шаля, Шаля. Ага. Тут мой товарищ в 105-й категории выступал. Здесь я уже живу 14 лет в Москве, так как являюсь военнослужащим. Служу в нашей любимой родине и занимаюсь спортом. До этого я на многих турнирах выступал и в 105-й категории, и где просто не было категории, где там выступали тяжи, приходилось с ними биться. Как и многих ребят, я уже всех знаю. Закалило это вас немножко, наверное? Да, с ними меня закалили духом. То есть, с ними хорошо, чем сложнее соперники, тем лучше для подготовки. То есть, ты постоянно растешь в плане физическом, силовом. Ну, а тут-то для меня такая вот была честь, что выступать до 90-х килограмм. Я был очень доволен, рад, чтобы хоть как-то попробовать свои силы. Мы победили в своей весовой категории, как говорится. Ну, и занял первое место. Ясно. А кроме этого спорта, какие еще есть линия наборства, которые силовые имеют в виду? Ну, я являюсь мастером спорта по повар-рельмкингу, федерация АПФ. До этого занимался лыжными донками, бежал по кандидату мастера спорта. Ну, как все там, в армии. Играл в футбол, волейбол, баскетбол. Спортивная закалка большая у вас. Я постоянно в спорте, как бы, физически развив в любом направлении. То есть, могу в футбол поиграть с ребятами, могу там пробежаться. Ну, естественно, как бы, в армии не заскучаешь. Ты всегда должен быть в физической готовой форме, нормальной. За цельска выступаете, да, получается? Да, не за цельска. Я не выступаю ни за какого-то глуха. Просто для себя. Для себя. Поддерживаете вот такую форму, да, спортсмену? Поддерживаю форму, потому что быть действующим военнослужащим и быть профессиональным спортсменом, это сложно. Нужно выбирать или спорт, или службу родине. Ну, я вот личным примером являюсь для своих военнослужащих, подчиненных. Являюсь, наверное, примером, чтобы они росли и развивались. Правильное дело. Командирские старцы, все-таки соревнования есть, я их отвечал. Каждый год проходят командирские старцы как раз. Высоединены, наверное, такие соревнования проходят. Нет, первый раз слышал. Серьезно, проводят командирские старцы такие соревнования. Все офицеры, начиная от командиров, по-моему, какой там, взвод, по-моему, да, самый низший, до командующих участвовать в этих старцах. Сначала в июнах идет, в округах, а потом это сильнейшие собираются в Москве. Не знаю, я как-то... По округам и по южной, северной, там, флот. Если пригласят, то достойно, считаю, выступлю за свою воинскую часть, которую я гружу уже на протяжении... Центральная округа или северо-западная округа у вас? Северо-западная округа у вас? Северо-западная округа у вас есть в дивизии Дзержинского, ответственность в своем значении видеть. Ясно. Ну, желаю вам успехов, вы молодец. Спасибо вам большое. Спасибо вам, удачи. Удачи вам, чтобы все получилось. Спасибо. Спасибо.